На аванс-сцене в «Жемчужине Сибири» будущее российских лыж. В Тюмени завершились всероссийские соревнования среди юношей и девушек в возрасте 19-20 лет. В заключительный день прошли масс-старты свободным стилем. У девушек на дистанции 15 километров лучшей стала Евгения Крупицкая. На предпоследнем круге представительница Санкт-Петербурга оторвалась от преследовательниц и уверенно финишировала первой. В планах у меня было как раз подергать группу на предпоследнем кругу. Так получилось все. Я больше люблю, если честно, дистанционные гонки. Спринты мне даются намного тяжелее, так что я могу сказать, что я больше дистанционничество. Второе место на финише разыграли две спортсменки. Кристина Кускова из Московской области опередила Тюменко Наталью Микрюкову. Тем не менее, именно хозяйка трассы стала единственной, кто брал медали во всех трех гонках. Ранее она поднималась на пьедестал почета в спринте и разделке на 5 километров. Верно на 100%, потому что вообще для меня длинная дистанция, не мой конек. И как-то сегодня было легко и очень хорошо, лыжи работали, прям великолепно. Потрясающей получилась гонка на 30 километров у мужчин. Перед заключительным кругом в лидирующей группе бежали 7 человек. Сергей Волков из Московской области на первые роли в ней не выходил, но на финише выдал рывок, который и стал победным. Во-первых, наша команда сегодня, это Нью-Йоркская команда сборной страны, у нас установка была работать с самого начала до самого конца на максимум. Что, в принципе, у нас сегодня получилось сделать. И в конце я просто, наверное, в плане взрывных способностей, немножко посильнее ребят остальных, и у меня получилось реализовать все. Сразу 6 человек, согласно итоговому протоколу, отстали от Волкова на 1,03 секунды. Их рассудил фотофиниш. Серебро в итоге досталось Андрею Кузнецову из Ярославской области. Бронза – москвичу Артема Васильеву. Очень приятно. Тем более, я на спуске ехал четвертый, и увидел, как слева есть место, и начал туда перестраиваться и бороться за второе-третье место. Соревнования в Тюмени стали стартовым этапом отбора на первенство мира среди юниоров. Медали брали те, от кого этого и ждали. Но настоящая рубка за путевки на планетарный форум развернется уже в рамках второго этапа. Мы посмотрели, посмотрели их в борьбе, посмотрели все дисциплины. Те дисциплины, на которые будет проводиться отборочный старт в городе Керочепецке 21 по 26 января. Вот там уже будет окончательный отбор на первенство мира.